Здравствуйте! В Москве прошли массовые протесты против недоупуска оппозиционных кандидатов к выборам. Полицейские жестоко разогнали мирную демонстрацию, участники которой выступали за честные выборы. Арестованы почти 1400 человек. А как в Америке? 20 лет назад в США произошли события, оказавшие огромное влияние на отношения полиции и протестующих. В ноябре 1999 года в Сиэтле проходил саммит ВТО. В город съехались воинствующие антиглобалисты, нархисты и другие радикально настроенные активисты. Организованные ими протесты привели не только к перекрытию основных магистралей в центре города, но и к многочисленным актам вандализма. Главной мишенью хулиганов были офисы международных корпораций. Кроме того, полицейских забрасывали камнями и бутылками. Протесты были подавлены. Арестованы несколько сот человек, которые предстали перед судом. Результаты. Арестованные были вскоре освобождены. Начальник полиции Сиэтла ушел в отставку. Мэр города проиграл следующие выборы. В 2004 году город Сиэтл выплатил компенсации тем арестованным, которые не были увлечены в хулиганстве, поскольку полиция не имела права их задерживать. После этого все полицейские управления США включили в программу обучения сотрудников специальный курс. Стражи правопорядка учат делать различия между криминальным актом и актом гражданского неповиновения, между насилием и мирным протестом. Такие дела.